В чистоте, пребывающей, сердечной, зрящей, в кавычках, зрящей, Бога, он несет в себе божественный мир, покой, радость Духа Святого. И это изливается из-за меня, непроизвольно, само. Так он начинает даже говорить по-другому. У него меняется походка у такого человека, меняется тамбр голоса. Он начинает говорить, как Серафим Сарусский, «Радость моя». Следующая заповедь. «Блаженны кротки, ибо они наследуют землю». Можно сказать, что кротость – это противоположность гневливости. Вообще, что такое кротость? Как бы вы определили? А вот мне кажется, лучше об этом говорить в ключе того, что Христос Спаситель доносил. Он говорит о ступеньках. Это следующая ступенька. Увидев свои недостатки, свою порочность, свою неспособность к исправлению и восплакавшие внешними, внутренними, восскорбевшие об этом. Они такие люди… Ну что они будут? Ну, опускают руки. Нет, ну а что делать-то? Да добрый не способен. Все, что я получаю, только плакать о грехах. Я опускаю руки. В этой битве я проиграл. Я обречу, я опускаю руки. Вот, я думаю, вот из первых двух запреблаженных, третья вытекает вот так. Но только нужно опять договаривать. Я опускаю руки в надежде хоть как-то спасись своими силами. Вот это ключевое. От своих сил я убедился. Ничего доброго нет. Ничего. Только слезы. Они никакой чешень дают, конечно, но они ничего не меняют. Поэтому я опускаю руки. Все, я сдался. В деле, когда, полагаю, главное уповать на себя. Все. Теперь по-другому. Это не значит, что вообще опустил в руки в надежде, что спасусь сам. Стану лучше сам. Своей силой. Вот от чего опустил руки. От чего сразу и тихо следующий. Поэтому только надежда главная. Кто главный действующий, кто меня будет спасать? Теперь только Господь. Теперь я его вообще Господу даже не называю. Я его даже Богом называю, Отцом не называю. Спасите. У меня есть слово, чаще-чаще звучит. Мой спасатель, мой спаситель. Спаси ты. Поэтому я руки, получается, если уж доказать, не опустил. А не укрепился еще больше. Но только не в держании своего себя, а уцепился за руку Христа еще сильнее. Вот мои мышцы напряглись еще больше. Ну, уцепился за руку Христа. Думаю, вот про санкрости. Это вот это. Полное, все целое, ненадежда на себя, полное отчаяние своих способностей и все целое надежды на Господа и утверждение в нем. Вот это православная христианская кротость. Я так думаю. Ну, мы знаем, что Господь Иисус Христос является образцом кротости. Он сам сказал, научитесь от меня, ибо я кротко смирен сердцем. Ну, при этом, в Евангелии от Иоанна мы читаем случай, когда он взял бич из веревок, прогнал продающих из храма. Получается, кротость может быть строгой и применять силу. Да, да, внутреннее содержание. Пирог может быть красивый, но какая начинка? С сладкими ягодами сладкий, сытный. Поэтому и кротость. Важна не форма, а содержание. Форма может очень разная быть. Что-то внутри, какая начинка-то. Если с любовью, для цели любви, без возмущения внутренней, без раздражительности, это будет во спасение. Ну, как, сыночка, вот я ему конфетчик даю с какой-то поступкой, или с ним беседую, что не так сделал, или в уголок ставлю, или мешок в руки беру. И все это я не ради себя, а ради него делаю, чтобы он по жизни стоялся. С любовью, без раздражительности, все это будет иметь добрый плод. Если то же самое, те же формы, но только без любви, чтобы стоять на своем, свою гордыню потешить, да еще раздражительность, злобой, то любая форма будет во вред. Поэтому, да, есть лжекротость, есть истинная гордость, есть лжесмирение, истинное смирение, есть гордость буянища, а есть ревность такая, которая внешне как бы жестоко и гордой кажется. Но там внутреннее содержание. Вспомним Илью, пророк, когда он скрыл, сколько горло, пророк служит Вааловым. Жестко ведь очень, жестоко. И мы не можем оправдать с точки зрения Нового Завета. Но если причины, посмотрите, какие в них причины, насколько они оправдывают, Бог си судья, немые. Господь явился вот в бурном ветре, а потом в тихом веянии. Показал, может, его характер, что не так бы надо делать. Но тем не менее, чем руководствовал Илья-то? Главное, что у него было? Из народа Божия вырезать тех, кто ведет в погибель и губит его народ. То есть он не о себе тут, о народе, не об этих даже, казнимых получается, а о народе, который те соблазняют и ведут в погибель. Хотел очистить. Это ведь фактически он что делал? Как хирург гнилое место врезал, чтобы спасти весь организм? Он будет уже ущербный организм, вырезанный, но живой, правильный, здоровый. Поэтому вот его поступок тоже. Ну, их смущает. А что там внутри-то? Что сердце у него было? Я не говорю, что он все делал бесстрастно, но внешне не свидетельствующее, что это хорошо и плохо. Внутренне что там стоит? Какие цели и с каким устоянием души он совершается? Да, да, да. Поэтому кротство тоже может быть разным. Вы вспомнили пророка Илью, а я сейчас вспомню пророка Моисея. В книге чисел несколько слова. Моисей был человек кратчайший из всех людей на земле. Но при этом мы знаем, что книгу чисел, откуда вот эта цитата, написал пророк Моисей. А может короткий человек сказать о себе, что он кратчайший человек на земле? Вот вы знаете, что написал Моисей? Я не знаю. Это понимание такое надписание на современные вот церковные ученые, экзегеты и прочие все тексты говорят, что ничего так просто. например, про Евангелие от Иоанна. А по нему здесь что было неграмотным? Он не писал. Представим, говорит, Прохор ученик его ну вот так вот. И Лука он описывает слова Христа, которого не слышал и не видел. Он говорит, под тщательным исследованием. Мы знаем, что он знал лично Петра и Павла. То есть опять чужие слова. Мы понимаем, что Господь хранит свое слово, но тем не менее человеческий фактор присутствует. Мы не относимся к Библии так, как протестанты относятся или как мусульмане к Корану. Они воспринимают вот там каждую запятую это боговая воля. Мы говорим, нет, это богочеловеческий труд. Господь свидетельствовал, но не атрофировал свободной воли писателя. И тот писал своим языком. Если он царедворец и поэт, это один язык. Если он пастух, то и другой поэт. Без грамм царбака другой будет язык. И так далее. Поэтому есть мнение, что первые Тора, первые пять книг закона Моисеева, там есть идущие от Моисея, есть предания до него говоримые и записаны возможно, но есть ряд вещей, которые позже и переписывались, и подчищали, и соединяли предания, бывшие разные в одно. Это очень сложный путь, и Господь попустит специально, это не без промысла Божьего, чтобы мы бы не на человеческие вещи обращали внимание, а на общую правду Божьую, которая там звучит. Поэтому я думаю, что возможно, это написал и не Моисей, а о Моисеев уже кто-то писал. Но на сегодня условно говорят около пяти авторов минимум этих книг. В каждом подойдется около пяти авторов, причем из этих пяти авторов парочка коллективных. Ну вот, что эти меняют? Да ничего не меняет. Важно никто, через кого Господь сказал, что Господь сказал свою истину. Да, наверное, самое главное, что это все-таки правда, что он действительно был кратчайший всех людей на земле и другие факты об этом свидетельстве. И, наверное, не случайно, что, опять же, как мы говорили, что Богородица была смиреннейшей из людей, и Господь ей дал такое служение родить Бога, человека. А пророк Моисей был кратчайший, и Господь дал ему такое тоже большое служение, когда там десять заповечей из него дал и так далее, много чего еще. И как он говорил, и у него был момент, когда он смущался, он говорит, Господи, я что, ради этого народа, чтобы носить его на руках всю целую жизнь, он устал от них, тяжело с ним было, но носил. То есть служение большое, наверное, это не случайно, что именно вот кратчайший тоже Господь доверяет кратким людям какие-то такие вот большие вещи. Если говорить о кротости, как мы сказали, в ключе о предыдущих заповеди блаженства, если это является плодом всецелого ненадеянного себя и всецелого ненадеянного на Бога, тогда получается и Господь дойдет, и человек способен становиться. Вот тогда, если я уже не выбираю дороги, а закрыл глаза уцепился за руку Христа, куда он ведет, дойду, так вот он и ведет. Вот и иду, и веду из тех, кто уцепился за меня. Получается так, да, 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 думаю, это очень правильно, замечание очень верное. Кроткие дают возможность Богу действовать в этом мире. Через кротких действует Бог. Очень не по-мерзки, очень не по-мерзки. и источник мирского непонятно будет. Но они Бога не знают этого мира. А мы, наверное, Господь живой. Он действует. Хотя, если внимательно присмотреться к нерелигиозным вещам, кто-то в этом мире что-то смог большое сделать. Ну, давайте сбитый пример, ну, всем известный, нерелигиозный. Великий сынок македонского царя Филиппа, Александра Македонского, он ведь не просто завоевывал пересетскую державу, он перенул цивилизацию. Так сказать, мост между Европой и Азией от особой эллинской эпохи началась, которая изменила историю мира. Он перенул станицу истории цивилизации. Он смог. Он один это делал, вопрос, вот один вот пошел, один, один, и все переделал. Нет, с кем? У него были сподвижники рядом, которые были очень рады, инициативные, но по отношению к нему кроткие, ему 100% доверяющие, а ему не мешающие, ему сработающие. Так и было. Поэтому даже вот и умерут кто-то если большое дело, только еще и потому, что вокруг него, пускай по мирском понятию кроткие, потому что ему сподвижники есть, а если нет, один поднимой. Блаженные кроткие, ибо они наследуют землю. Наследуют землю. Как вы понимаете, что это за земля? А я думаю и в земном понимании и в вечном. То, что в вечном образно земля обетованная. Что это? Царство небесное, земля обетованная, вечное обетованная. И земля земная обетованная была по образу Царства Божьего. Мы знаем, Павел хорошо пишет об этом, что когда народ израильев шел через Красное море, потом в пустыню вошел в земля обетованная, все крестились в Красном море, темном Красном море. Он образ крещенит, переход через Красное море берет. Так и здесь земля обетованная как образ земли вечной. Поэтому они наследуют вечно обетованную землю Царства Божьего. Они уже на пути к Нему, они доедут. Это синоним слова Царства Небесного или земля Божьего Божьего писать будет, а земля вечная Царство Божьего. Но и в земном плане, но и в земном. Но вот само христианство. Христиане мы разные, но у нас есть нечто все-таки общее. Она, как сейчас говорят, ментальность общую созидает. Христианство. Но в христианстве все-таки, и особенно если это христианство православное будем говорить, да, в истине стоящее, то у нас в христианстве православным не было, например, костров инквизиции. То есть сказать, были единичные случаи, которые ничего не меняли. Вот эти католические Европы. Мы делали тысячами так называемых инакомыслящих. А у нас не было такого явления, как истов опухолный. Рать боги в целях убивать, наверное. Немыслимо для православных. Это немыслимо. Поэтому если берем христианство как православие будем, то куротки на наследие земли. Вот сейчас сколько нас на наследие. Ну, православных в мире не большинство. Но цифра большая. Миллионы, десятки, сотни миллионов. Но живем на земле, наследуем. Более того, создана удивительная цивилизация очень православная. Грузия возьмем. Болгария. Уникальное явление Румынии. Ну, уж я про Россию не говорю, понятно. Греция и так далее. Вот. Целая цивилизация, которая, оправдая себя в истории, сейчас в букете центров цивилизации занимает достойное место. Человечеству дают многое богатое, нужное в культуре, в общении, в экономике, в политике, в чем угодно. У нас состоялись. казалось бы, тех, которые поставляют человека, когда бьют по одной другую, этих уничтожили быстро. Не уничтожили. Это универсальный пример, когда 300 лет в Римской империи кротких христиан физически уничтожали 300 лет и закончилось тем, что империя принимает христианство. Я чаще свидетельствует и земную эту землю кроткие во Христе тоже наследуют. Следующая заповедь «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». В другом месте Евангелия Господь говорит «Тащите прежде всего Царства Божия правды его и все это предложится вам». Это одна и та же правда, которая здесь и там. То есть слова перевода. Я не знаю, греческий перевод, какой я вот цитирую перевод греческий. Но только слово правды в Библии это как справедливость. Все-таки мы имеем на сегодня в России Библию, переведенную на русский язык во второй половине 19 века. Прошло 150 лет. Русский язык меняется. И там в том переводе много славянизмов, много славянизмов и понять можно. Перевод делали люди воцерковленнейшие славянизмы. Поэтому слово правда все-таки как справедливость надо воспринимать. Как закон. Ну, помним такое явление. Христос подходит к крестике, креститься, и тот говорит ему крестить. И ты подходишь. мне нужно пройти крещение. Крещение это был обряд омовения греха, как у греха у Христа. Я по сравнению с Христом грешник тогда. И Господь говорит, оставь пока это. Нам нужно исполнить всякую правду, то есть нам нужно утвердить справедливость. Христос сказал, раз я подать человек в свободу, это имело риск падения. Я на себя ответственность за этот дар беру на себя. И последствия падения беру на себя. Это будет справедливо. Так и здесь. Тут все-таки вот правда как справедливость. Блажены те, кто алчут и жажут правды, справедливости. Справедливости в чем? Вот мы говорим в предыдущей заповеди. Мы видели свои слабости, греховности. Мы восплакали в своих грехах. Мы опустили руки в надежде на себя, в чем найдет переложив на Бога. И мы жадим справедливости. Ну и Господь же видит это настроение. Он должен видеть справедливость помочь нам. И мы получим правду как справедливость и правду как оправдание. И все будет действовать через нас. Есть надежда ошибки, что не будем творить. Или по минимуму. вот для меня ближе есть слово вот это справедливость и оправдание. Блажение тех, кто жаждет. Вот оправдание перед Богом, но явно справедливость того, что он видит, что мы смирились. мы поняли, что мы сами вылезем из ямы. Только на тебя Господь. Вот ты теперь действуй. Вот ты яви своей силой. Вот что у нас. Вот теперь живет у нас. Как продолжение предыдущей западе. Опустим руки по отношению к своим силам. Все целым утвердились к Господе. Он справедливый. Он оправдает. Он сделает. Он такие насыщатся. Получит этот дар Божий. Господь их оправдает. Очистит. Поведет. Спасет. А это единственное понимание. Нельзя сказать, что это правда, как именно правда Божия, которая в Евангелии истина. Кто жаждет этого, тот насытится. Можно. Наверное, если время, когда первый раз получился разговор у меня об образе подобия Божия с одним молодым человеком всегда научился. Он говорит, ты знаешь такое обувь подобия Божия? Ну, я по чем учился всегда сказался разнобор. Он говорит, нет, это неправильно. Вас научится еще не так. Вот смотри. Он открывает Василий и говорит, смотри, что он пишет. Не твой учитель, а Василий великий. В чем образ Божий? В Господстве. Господин всего. Все покорил под ноги его. Вот в чем. А не то, что ты говорил мне сказал. Я попал в смущение большое. А потом я стал взбираться. В чем он прав? Он прав, скажет, Василий вот это осветил сторону образа Божия. Другие святых отцов другие стороны. А вместе суме как раз полноту его развить. Совершенно правильно говоришь. Да, о чем с тобой говорим. Мы говорим все таки больше о личном переживании. Вот я говорю. А есть иной опыт? Да, конечно. Он противоречит тому, что говорим. Нет. Но дополняет, углубляет и в большей широте показывает. Это как человеку видеть с одной стороны или с разных сторон. С разной стороны больше будет един. Думаю, да. Давайте к следующей заповеди двигаться. Блаженные милостивые, ибо они помилованы будут. Накормить голодных, ходить на каких это дел... Об этих делах милости Господь говорит? Опять все-таки вернусь. Думаю, хорошо говорить опять в логической последовательности одна втекает в другую. Увидевший в себе свое несовершенство, ничту духовное и оплакывающий ее, пришел встать в своих силах невозможных спасений в целом на Бога, и это оправдание его, получающей силы его, он убедился. Вот в чем убедился, например, опытно? Да вот повинную голову не секут, не рубят. По делам-то мне Бога что мог сделать со мной? Ну и что, что я делал грехи? А он до меня их видел. Он ведь глупее мне сейчас, что я по делам достоин, а он повел спасать. Бог наш милостивый какой! Какой он милостивый! И вот такого человека невольно получается жалеть других, быть милостивым. Вот как ты говоришь, вот это голодный. А меня Господь нетленной пищей питает и ведет царствий Божий. Поделюсь с ним куском хлеба своего. Мне жалко его. Я валялся на какой яме порог и меня Бог повел. Он не поблезгал мной. Как мне пострелить с другими? Он ими тоже не блезгает, его тоже спасает. Поделюсь куском хлеба или одежды, кровом, или добрым словом, теплом своей души, или просто умилением. Умиление во мне душа, настроение умиления, или другие вещи. Вот он меня обидел, а я первый пойду прошу него прощения, хотя все говорят, виноват он, а не я. А я пред Богом виноват, а он меня прощает. Я еще не заслужил прощения, а он уже прощает меня. Мне не больно, хочется подожать. Душа просит. Предыдущий опыт к этому молчит. Поэтому очень важно западе блажать, видеть, вот одно вытекает с другого. вот это отведение своего порока, пришедшее в плач и в душе внутреннее. Такое состояние кротости и оправдание, оправдание Божьей получать, силой Божьей получать, оправдывающей в нем буду снисходительным и к близким. Я падал не так. Бог меня миловал как его милует. Поэтому мы на поле брали все раненые. Нам не добивать, а помогать до лазаря доползти. Дружки, я так поддерживаю. Это естественно состояние человека. Тем более, что мы просто у нас перед глазами всегда только один вид Христос Спасителя. А какой он милостив мы знаем. Вот правда говорить, ведь Господь хоть незрим, но Он с нами всегда. Он в Вознесении сказал вам во все кончения века. Вот давайте представим, если мы были бы призримым присутствием Христа, тогда, когда он был на земле, рядом с ним, или сейчас он зримо себя объявил, смогли бы по его глазах пинуть кошку, обозвать соседа во присутствии Христа. Мы христиане. Наверное, нет, не получилось бы уже, стыдно было бы, стыдно было бы. Почему? Потому что он такой милостивый, мы рядом с ним не можем быть ненавистными. Вот еще. Исполнять заповедь блаженства, приближать к Христу, мы чувствуем его, его характер, и невольно начинаем подражать. И его милосердие, его милость, милостивое отношение к своему творению, к нашему действию. Ну, еще если следовать вот этой последовательности по ступенькам заплаты блаженства, наверное, человек, который видит свою падшесть, приходит в состояние отчаяния от своих греховностей, да, и переходит в пование к Богу, наверное, логичный вопрос у него возникает, что ты делаешь, чтобы Господь меня такого помиловал? И Господь вот здесь отвечает, блажен и милость вы, ибо они помиловали. То есть, сам милуй, тогда я тебе помилую. Соглашусь, сто процентов соглашусь, но тут есть элемент, когда человек рассуждает умом, а если не умом, а просто сердцем идет, умиренным, переполненным покаянием и плачем за их, сердцем надежи на Господа, оно даже, ум даже будет молчать, сердцем будет просить кому-то добро делать, кого-то пожалеть, кого-то утешить, кого-то помиловать, сердце будет просить. Вспомним пример потрясающий, да? Вот многие говорят о причинах, почему князь Владимир принял православие, таким странным путем, путем военного похода, все страны, и там политический момент. Это все было, но там было и личное обращение. Это видно из одного очень интересного примера, что когда в Киеве был в Киеве, то к нему привели на суд, тогда была традиция, князи ну там разбойничали, ну грабили. Раньше все было просто. Как говорят на Волге секир башка и конец всем проблемам. И он так делал. А прямо в крещении, по-моему, в купель крещения говорит, вижу, вижу, прозрел. Он видел свет этот земной, вернулся ему зрение, но он почувствовал силу Бога, вижу силу Бога, вижу, вижу. И вот увидев милосердного, милостива Христа, пустил в свой сердце крещением. Когда этих привиден сборников, он растерялся. Раньше все понятно, особенно голову выкинуто по мойку собакам. А то он растерялся. Ведь я не могу их обидеть на казнь, что тебе написано. Бог меня помиловал. Я тоже должен милость его мыть. Я тоже должен их все милость. Его сердце стало другим. Она обновилась. Он милосерден привел. Приближен к Христу наш Креститель нашего народа. Вот эта милость Божия прочувствов над собою сильно. Вот он милосерден сам стал. И тут кстати западная блажная милость помилована будут. Не в писании скажу что семь то и ждем. Мы жизни знаем так. Что семь то ждем. Как есть так аукнется. Умешь их прощать прощен будешь. Христос говорит если не простить не представьтесь простить простить вам Отец Небесный. Поэтому и обетование такое очень понятное. А милость она о которой сейчас мы говорим она является следствием зрения как Господь милостив или можно что-то делать специально чтобы стать тоже милостивым? Хорошо когда без искусственности изнутри идет следствие нашего духовного роста и наши действия. Но мы знаем что мы человеки. так вот внутренне расти меняться внешне все все ровно поступает тут так не бывает у нас кривая как она сбыл дыхает по жизни поэтому приходится порой как нудить себя понуждать себя усилия совершить собой поэтому и это тоже надо и это тоже надо особенно в периоды когда наш духовное дело ослабевает угасает понуждать понуждать сказать так ну что старик я про себя сейчас скажу сидишь надо молиться ноги устали ты старый стал завтра околеешь поздно будет раз ты уже меняешься хуй становишь завтра околеешь будет поздно вот уйдешь ну-ка собрал остатки сил повис повис держать рукой за что ты вставай к примеру понуждать понуждать или так ой опять пост слушай да что Петров пост скоро опять да ну так хочешь на шашлычок да ведь не главное правда ведь царство боже не пищи а раз святом выхват сказано же ведь а не что в уставах на скринь а что выходит из уст правда таксистка все правда но если ты не можешь выдержать спи что тогда вообще можешь а если за Христа в стенки поставят как тогда выдержишь это если не съесть яйцо проблема то когда выбор жизни смерти это не будет проблемой нет сейчас нужно тренировать свою и заставляем да поэтому так и тоже совершенно верно понуждаем заставляем и дела милосердия творить обязательно вот в ветхом завете была заповедь которая в новом завете в некоторых церквах была есть среди неправославных христиан есть это так называем десятина в библии прямо сказано в бытие что это из ветхозаветного становления это не является обязательным деянием но если кто так делает тут есть некое дисциплинарное это не обязательно но дисциплина хорошая когда я десятую долю откладываю то что имею и нуждающимся направляю без искусственности кому мне дать не надо вот кого пошлют увижу там и буду давать близкие чужие не важно вот вот и это меня тоже держит дисциплина это мне говорит что я должен думать не только о себе и заводиться о моих близких но только тут один важный момент что не превратить это формалистику помните помощь ближним формально не спасает не приезжает ни к Богу ни к спасению у нас например в России ну людей что-то делали ну квартиры бесплатно давали в Советском Союзе образование бесплатное было медицина бесплатно была что-то делали кого это осчастливило мы знаем на самом деле это было не бесплатным не бесплатным например недавно слышал фразу Сталин слова Черчилля мне сказали в моем присутствии Сталин получил Россию в локтях а остался атомной бомбой поднял только вопрос как он это сделал путем рабского труда и гибели миллионов которые сгоняли в концлагеря и которые работали бесплатно и вся деревня поэтому как бы добрые цели но с каким путем они осуществлялись поэтому милостыни и внешние нужно понуждать себя к ней но помнить сама по себе она не спасительная а может погибельная что внутри при этом Господь говорит например что когда мы узнаем что левая рука не должна знать что делать правой то есть не трубе при собой не похвалы себя а Господь восстановляет тайной милостыни Николай тайна например даже если внешне понуждение делал то вело к духовным каким-то внутренним преображением тоже и нас тоже но отвечая на вопрос как научиться любить вы вспомнили совет преподобного оптинского который сказал нет любви дело дела любви здесь тоже да можно этот совет нет милости дело дела милости хотя бы даже если без каких-то внутренних особо обуждений да как вот я бы сказал решил я себя десятину не откладываю и нуждающимся отдаю все так и делаю тоже важно Господь намерен целует сказанное приветствует же благословляет желания наши я для чего делаю чтобы думать только о себе заботиться о ближних хорошо что это было бы из души и сердца дело пока нет Господи я буду делать а ты сердцем разогрей спасибо следующая заповедь блаженства блаженной чистой сердцем ибо они Бога узрят чистота сердца если это следующая ступенька именно следующая только для меня знаешь как бы вот ты так говоришь а вот следующая потом блажен миротворца для меня это хотя и разные заповеди одна потом вторая но я вот внутренне я не говорю что я правильно осуждаю другие правильнее рассуждают но для меня вот эти две они синонимы милостивые миротворцы чистые сердца и миротворцы вот ну я не искусственно объединяю я так переживаю их почему я скажу еще раз вот мы есть свое уборство внутреннее мы просто без Бога мы никто ничто мы погибаем вот плач душевный или внешний а тут как кротость внутренне и желание силы получить оправдаться Богом что если Он нас оправдает только если Он Он и мы за Него руку цепляемся отчаившись в своих силах не отчаиваемся в Боге никогда как следствие как следствие видя видя его сил на нами действующих становимся и сами подобны милостивыми и вот это ведет к чистоте сердца чистота страсти или уходят умирают или подорванные вот этим опытом и благодатью Божией они есть но они слабеют хереют хереют прямо вот 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 хереют все слабже слабже делаются эти страсти вот мы или в чистоту приходим или идем к чистоте обязательно при этом для меня состояние мирствования внутреннее вот это блаженство оно без мир души не бывает поэтому чистое сердце он мирный он вокруг себя сеет мир он миротворит одновременно вот в моем понимании это очень близко это как бы одно без другого но не может быть просто если всякая заповедь блаженство на дескор вот эти прям как близнецы на две ступеньки вот так переживаю мое переживание я с вами поговорю сейчас обретая у Бога за него держась спотыкаюсь найдя правильной дорожкой чистоту это обретает страсти терять над нами сил вот эта ненависть греху виднее порока плач подтачивает корни пороков очищаемся чистые сердца кто-то у кого-то это очень резко может быть вот эта чистота у кого-то она идет медленно к ней идет ну пока на земле никого не за святым в конце случая и никого не за погибшим все может было сделаться великие падали и падшие поднимались но вот вот весь в предыдущем текст исполнения запад ведет чистоте который содержанием которым формой суть это внутренний мир 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 который обязательно будет поражаться иных и их звать к этому состоянию блаженному состоянию господь сказал что чистым сердцем бога узрит то есть получается что сердце это орган который мы видим бога можно сказать что бог невозможно увидеть где-то там его можно увидеть только внутри себя во-первых сначала термин сердце если библию взять проштудировать что вот духовным сердцем подразумевается это область чувств наших наши чувства то есть блаженно чистые в своих чувствах они снова видят в кавычках они ощущают переживают бога они имеют с ним прямую связь контакт потому что все что мешало наносного греховного убрано теперь переживается без бога бог всегда близко но мы были в каком состоянии убрались это как та же грязь вот я все грязью облепился она засыхает на мне и я и на солнышке буду да не загорю весь грязит бредненький остался под грязью грязь убрать тело будет дышать загар пойдет вот солнце не изменилось нисколько при этом с меня убрана грязь вот все предыдущие опыты жизни в запасе блаженства очищает от грязи и поэтому человек начинает чувствовать бога пришивать без бога он начинает быть как мы я сейчас говорю не верующим а знающим что очень важно поэтому да чувствами питью чувствами своими нашими и внутренними чувствами теми духовным уровнем можно сказать не сердцем можно сказать душою чувствовать переживать бога вот тогда мы можем померять очищение можем говорить насколько мы выросли и насколько можем правильно идти путем православного христианский путем спасения все до этого все вокруг до около вот ступень когда мы можем говорить что мы идем среди спасающихся слов дойдем не дойдем тут опять это открытый в любой момент можно свернуть но уже есть уверенность поэтому вот несмотря на порой бывшую греховность порой испотыкания какие-то у нас есть надежда неубиваемая надежда что Господь нас спасет тут вот какой момент об этом переживании бога по-разному говорят опытники вот на эти ступени поднявшись ну Давид помним псалом пишет пред зре господа предо мной есть выну я к одесной меня то есть я господа чувствовал себя всегда вот он сейчас с правой стороны у меня очень странные фразы вот вот он тут вот я сейчас чувствую или книги Иова тоже поразительный момент когда друзья успокаиваются и шарик говорят что ну по грехам ты терпишь но потерпи за грехи можно потерпеть он сказал что не за грехи терпит в стопорах как не за грехи ты что безгрешно что ли он говорит не безгрешно но это со мной не за грехи испытания что ты взял и он говорит если я в грехе то бога рядом с ним нет а я чувствую духа в ноздрях моих очень странно сейчас и он простите сябрь мусоровский бесед смотрел об этом говорит вспоминает что дух святой вот переживается вживую и помню кого матовилу просидявший был весь вот это состояние вот это как раз все характеристики чистоты сердца внутренней чистоты которая дает вот так переживать бога быть с ним быть в нем и кстати как я говорю вот для меня это запрещен миротворцы так вот и рядом с серафимом он умер в 1833 то есть газеты были тогда же масса свидетельств всем с ним было хорошо людям то же мутер пишут хорошо внутри тепло мирно вот вот чистота сердца она излучает мир а этот человек чистота тире синемич миротворец вот я почему говорю мне это очень близкий запах наверное невозможно дать такой вот четкий совет что что делать чтобы очистить сердце наверное это результат общего оздоровления всего своего духовного организма как следствие но но с чем начинать и главный указующий путь заповеди блаженства сведения всего греха как он сказал покаянного плача потеря надежды на себя всеценно надежды на Бога и подражание его милосердия милостью да вот если это главное есть вот это главный красный нить идет дух он идет туда будем идти к этой высоте а вот вопрос насколько приблизимся к этому насколько осуществим вот эту заповедь как кучество сердечно с тяжем ведь мы знаем среди сонма святых были таких кстати всегда очень мало которые стяжали стопроцентное бесстрастие жили в мире а как бы вне мира сердцем с Богом ну тоже вот мы жили пример сейчас Серафима Саровского или других можно приводить можно говорить из великих антоний великих макарий и так далее да да но это это единицы вот такой высоты бесстрастия такой чистоты достигшие пример тоже мы сказали Божья Матерь конечно но Божья Матерь одна такая тоже вот поэтому важно даже не какой ступень чистосередичным достигнем а сам факт что мы опять повторюсь в этом направлении движемся если мы будем идти например роста это рост будет и вечности может и сам вот мы стремимся к тому чтобы сердце было чистым но все-таки чтобы знать чего опасаться можете сказать что сердце пачкает если вот таким образными словами из опыта и великих они например вот смотрите сознательно избегали суеты уходить даже пустые есть описание целого ряда простых людей неканонизированных которые занимались большими делами вот я сейчас не помню фамилии не вспомню далиционного купца который потихонечку потихонечку как затворил в своем кабинете с возрастом передавая дела своим сновьям уходил сытый это не вольно получилось помню описание одной женщины которая вышла замуж за вдовца там двое сыновей по-настоящему очень верующая была искренне благочестие большого делательниц Иисусу молитву и она перед браком согласилась понимая что детей северод воспитывается насколько велико пред Богом это тоже в частности и видя его искреннее отношение к ней она согласилась на брак хотя совсем к этому не стремилась но она там эту условию одну из них раз в год я не помню насколько две-три недели у него дача была у этого мужчины увозить себя на дачу от Финляндии на северной Финляндии там леса болота где дать ей быть одной исключительно одной только не отдыхать она ведь быть нерусуечным Иисусу молитву то есть кто стремится к настоящей чистоте тот все равно будет отходить от суеты отсюда противоположное правило чем меньше суеты ненужны чем тем больше возможности и душевное очищение к этому стремиться сердечному суету много впечатленности как еще говорят вот шумы даже шумы но это тоже определенная суета я не успел проснуться а мне уже вверх включили кричалку орет оралка там внизу там лифт ездит стоит по моей голове там и иду на остановку там в автобусе анекдоты тебя будет искать не одиночество а единство с Богом уходя от суеты вот это вот и естественно будет и как бы искусно понуждать себя к удалению ненужной суеты и это будет вести концентрат внимание на себя концентрат и а значит утверждение если путем идти по чистоте и от суеты и от излишнего комфорта еще второе вот сидим на деревянной лапочке хорошо ну сидим айс на мягенькой еще лучше айс подогрем и пошло и поехало и вот это нас расслабляет у нас есть в Болгаре один прекрасный человек ты его знаешь им очень комфортно быть на теплых полах у них температура в доме я раз вошел я мне плохо физически было от температуры в доме а им кажется хорошо и теплые полы кругом они даже летом включены они так живут ну им нравится нравится есть в этом глядь да никакого пусть ради бога осуждаем их да нисколько ну живут этому нравится синий цвет а этому красный этому желтый а этим теплый полы ну ради бога но на него страшно смотреть чуть-чуть температура похладнее будет он на улице когда стоит он дорожит весь этот счет у него нет возможности нормальной жизнью он себя лишил этой возможности он расслабил свое тело вот так приучив его к такому я если просто сказать страхом думаю там дети растут и как они будут жить по жизни не знаю но это не мое дело я не должен уменьшиваться но сам факт я к чему говорю чрезмерный комфорт если в него заходить это даже наша земную жизнь ломает и уродует а вот как он духовно влияет отрицательно без меня понятно поэтому вот чтобы стяжать сердечно мы видим примеры великих они уходили от суеты порой сознательно и от комфорта порой даже антикомфорт нагружая себя сложностями физическими ну посередине такие факторы в петельке есть в древней петельке когда остальц поселился в пустыне что ему за водой без километров хоть приходится сядь здесь саровский простите ордонежский это не километр но у него был там источник нужно было пройти до него монахи ну что где источник он молился что бог дал воду и надо было молиться вон там вон там ну что нельзя у кири-то было бы а хорошо прям в кири прям в фонтан бил бы вообще идеально ну что трудно было не трудно было а он ходил с деревянными бедрами с деревянными с кромыслом не ходил никогда обходил узнать что это за веселье это труд физический особенно если огород полить надо сколько ветер принести и они себя понуждали и береги носили даже и волосиницы зачем чтобы не комфортно чтобы не прилипать к земному не расслабляться всегда быть на чеку в бодрствовании поэтому чистоте душевное ведет и лишь удаление от лишней суеты и ненужного комфорта удаления тоже из внешних ну конечно особо помогает когда тут искать это не надо но когда бог посылает это когда терпят клевету ну всякая всякая скорбь напрасную незаслуженную ну когда оклеветали в чем человек невноватый гонение в тюрьму посадили невинного ну много чего может такое быть всякие формы разных когда человек терпит вот некое такое давление которое он не виноват но терпит не оправдываясь благодаря богу за все вот и это это семейными шагами прыгать прям в царствие божие и к чистоте душевной идет если он себя хранит и не оправдываясь ни перед тем но это тоже я бы каждому из нас найти единицу этим ну дай бог блажен миротворцы ибо они будут наречены с нами божьими но хотя вы сказали что для вас эти две заповеди они как близнецы но хотелось бы прояснить все таки про миротворцев более подробно здесь миротворцы это состояние души или все таки действие о чем здесь Господь говорит я бы не делил эти вещи как одно из следует из рук да одно вытекает из другого в чистоте пребывающей сердечной зрящей в кавычках зрящей Бога он несет в себе божественный мир покой радость духи святого это изливается из-за меня непроизвольно само такое даже говорить по-другому у нее меняется походка такого человека меняется тембр голос он всегда говорит как Серафим Саровский радость моя или помните как Мутаева называют в то время сословины были империи сословия были и обращение ваше высокое благородие ваше светлость ваше преосвященство а он как всех называл ваше боголюбие то есть любимый Бог только Бог любит ваше боголюбие словаки находили они не воль у него происходили радость моя ваше боголюбие вот это вот этот мир так изливается из него и все кто с ним был был всем спокойно мило хорошо вот 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 оно не искусственно но опять повторюсь если мы все были сяфими саровскими вопрос нет а мы другие нас давут по-другому живем по-другому поэтому нам пора нужно и принуждение то есть умом понимаем как ты отца Амуроси оптимское слово привел нет ли дел дело любви я христинин я должен быть каким так буду делать то что к этому меня поведет понуждать тоже путь один путь спасительный и другой спасительный как путь Марфы и Марии по Ивану и деятельный и созерцательный первый это сердце второй понуждаем себя но это и другой спасительный лучше когда естественно просекает понятно но когда нет такой понуждаем себя а как себя понуждать на миротворчество то есть мирить людей и людей мирить и самому злом за зло не отвечать и делать то что служит миру я вот пример привести хочу небольшой дом трехэтажный 3 этажа многоквартирный вот в советском трехэтажный четыре квартиры на этаже на всего три этажа 12 квартир и чё-то в подъезде такие люди собрались смешные никак у них не получалось убираться в подъезде получать ну и табличку перережут ну ну маленький по маленький пошла и перережу другого не успел ну подел ладно а в сельское место там кошки у них нога и дачу ну ругаясь постоянно а потом там появилась семья одна православная я без имен говорю который вот видишь что творится стали делать так там это ну женской полной семьи она видит там уже возьмет для ума подъезд и не ее очередь идет прочит понятно нам в конце день все ясно когда плита в конце делим а это и в другое время и подметет ли вы что на твои скандалы прекратились нету скандальство и что я очень интересно а многие другие стали без укоров без скандал сами меняться прибираться лучше следить за порядком стыдно стало делать ну вот вот действие миротворчество конкретное такое как бы не броской но я отмечу это стал делать в церковленной православной семье так после этого пришел мир и в их подъезд дашь но понуждала себя по сердцу делают надела но вот дело внешне дела и вот результат внешне дело дело умерела двенадцать семьи мир принесла миротворецы да по-разному нужна себя помню у бабушки моя была поговорка она как-то умиротворяла ну какой-то ну я не знаю что ну не знаю там их отдел батюшки не заметил обувь она у меня порвалась там и я их воду она в купать банох и ага да ладно че не корову белос двора вели кучу поговорка смешная че не корову белос двора вели или наоборот чудо более радости что корову белос двор вели поставили и и чрезмерная радость успокаивала эти звезды скорбь утешала ну некий элемент миротворчества тоже было даже вот слово просто да разные формы наверное главный миротворец вообще всех времен и народов это это Господь наш Иисус Христос, который примирил человека с Богом. С Богом, с самим собою и нас все друг с другом. Поэтому воскресший второе слово, которое сказал, пусть и радуйтесь. Жизнь в воскресе сказал, мир вам. Наталья Веча, мир мы даем вам. И как мы даем, я даю вам. Мир будет у тебя и у тебя между собой. Ну, наверное, если мы тоже будем стараться примирить человека с Богом, тоже это будет форма миротворческой деятельности, о которой Христос сказал. Номер один. Списки. Примиритесь с Господом. А значит, примиритесь с собой и со всеми. Тоже одно и другое будет вытекать обязательно. Конечно. Конечно. Дать человеку душевный мир. Узнать, что брат, как чтобы у тебя не было в жизни проблемы, Господь рядом, Он любит тебя. Он хочет тебя делать счастливым и блаженным по-западу. Счастливым. Да. Больше от дома ничего нет уже. Если я не накормил близкого, может, Он сам что-то найдет поесть. Хоть как-то. Чем-то лет голод. И также жажду, и кров, и тепло. А вот если я не скажу Ему, как любит его Господь, может, никто уже не скажет. И самому не догадаться. Надо говорить. Здесь вот такие слова, блаженые миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Ну, разве мы уже не являемся сынами Божьими? Почему вот так Господь сказал? Конечно. Особенно сознание, понимая, включение Христа спасителями, становясь и сынами Божьими, и братьями во Христе, и Христу, вот. И друзьями Божьими. Но здесь, наверное, это Господь говорит в высшей степени сынами Божьими. Настоящими, стопроцентно в высшей степени сынами Божьими. Ведь Он подный миротворец, как ты понимаешь? И кто мир несет, впрямую подражает Христу. Действительно, родной Ему, настоящими сынами Божьими. Родной. Родной Богу. Да. Думаю, здесь сынами Божьими в высшей степени. Вот если говорить так, понять лучше. Следующий заповедь. Блаженые, изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Ну, а в данном случае о какой правде речь идет? Опять. Опять. Правда Божья, я думаю. Правда одна в мире. Истина Хрису. Я истинна. Кроме Его нет истины. Вот Он и есть правда. Я думаю, или, если понимать, как слово справедливость, справедливо Бога любить. На Его любовь ответы Бога дали его. Справедливо Его Творца Вселенной законно соблюдать. Справедливо. Справедливость но здесь вытекает еще одно и другое, опять говорю. Вот само это духовный рост и стяжание в конечном итоге чистоты душевной и вот этот мир. Казалось бы, что должно быть итогом этого? Ну, ты такой, слушай, бескорыстный, добрый. С тебя столько прям мир душевный стекает, с тобой так хорошо. Ну, тебя все на руках будут носить теперь. Тебя будут любить, целовать в разные места, поискосудки. Все будет хорошо. Казалось бы. А вот видя жизнь земной Христа Спасителя, чем земная жизнь закончилась, видя жизнь великих и святых и реальную жизнь, как раз обратно, как ни странно. Но людям с кроткими-то, вот я живу, у меня сосед настоящий христианин, он и кроткий, и добрый, и миротворец, и помогает мне. Ну, чего бы надо-то? Ну, только радоваться, да пользоваться им. А люди показывают все по-другому. Вот такие-то искренне бывают гонимы и хулимы. Почему? А почему Христа? К смерти приговорили. В Евангелии прямо написано причина. Зависти ради. Зависти ради. Такие люди рядом, они с ними как бы и хорошо, и плохо одновременно. Они что показывают своим примером? А человеком-то быть, оказывается, можно? Вот я живу по-свински. А его пример говорит, нет, это неправильно. Можно по-человечески жить. Чем мне делать? Ну, я не могу дальше по-свински жить рядом с ним. Одно из двух. Или мне есть свиней человеком становиться, а я не хочу. Или его уничтожить. Ну, как минимум, хотя бы грязь облить. Ну, в лужу эту свиную положить. Все, укора нет рядом. И люди чаще всего идут легким путем. Легким путем один путь в свое исправление по образу, который рядом. А вот уничтожить того, кто является собою некое как бы обличение миру. Он не обличает никого. Он никому не тащит пальцем. Но его образ жизни является как бы обличением. И тогда вот люди, в грехе себе извратившие, не все себе извратившие, опустившие на уровне. Вот, говорят, свинские, вот таково начинают грызть, уничтожать. Причем опустившие себя и свинские живущие. Это люди очень разного стояния. То есть опять Евангелие взять. Кто Христа на смерть-то переговорил Павлёк? Написано, архиереи, первые священники. Ну, же казалось, вот треть должен быть, ну, первых должен принять. Ну, другим, да, паец, у него показ, как он креститель. А они были бы убийцы и палачи. Это о чем говорит? О том, что внешне-земные положения и внутри церкви не делают человека еще праведником, чистым сердечным, миротворцем. Это внутренний подвиг и человек несет с собой. А представьте, вот даже вот ту картину, опять, что мы взяли. Христос и архиерея. На них, на архиереях смотрели, как на эталон нравственности, духовной чистоты. А рядом настоящий эталон. Христос. Ничего общего между ними и им. Одно из двух резко все меняется. Ну, а там ему по 60-70 лет. И ирюне Человеческого Христа. Поэтому сегодня, например, возьмем, что церковь нашу. Церковь. Мне мир говорит. Мир все понятно. Там и безразличие, и укор, и на приводческое отношение. Они как бы объяснимы. Там все правед бал. Кто? Известный. Какой сказал? Сатана там правед бал. Ну, все понятно. Там и праведника оболгать, и освистеть, и оплевать. Просто так, на потеху. И там все объяснимо. А в церкви, казалось бы, да. Но на сегодняшний день в церкви высшие должности занимают не те, кто занимается в чистоте, а те, кто занимается в карьере. И поэтому карьера добивается какими путями? Разными. Очень разными. И поэтому и в церкви тоже нетерпение в высших структурах. А это влияет на народ Божий. И мы видим, как в церкви тоже чистые сердца, миротворцы, правильники, гонимы. И это не сегодня было всегда. Во все веках. Вот, например, выписали святой Гарафон при царях давненьких. Русь была себя православной. Некого Максима, грека. Чтобы он помог исправить книги, что там переписывали, неправильности накопились. И другой, смотрите, он приехал и ужаснул. От царя до простолюдина. Православие в каких-то диких формах переродилось. Например, в монастырях в спасение, говорится, совершается. Мы спасаем. Почему? Потому что поклон вновь делаем. Посты соблюдаем жестко. И службу выстаиваем. Да еще еще плоти ущемляем на земле. Спим. Если спим немного, то все. Береги носим. Он говорит, так это не спасение. Это средство. Спасение. А спасение. В результате средств. Душа должна преобразиться. Главное, душа преобразить. А не внешние такие формы. Это средство, а не цель. Нет. Предыдущего поколения говорили, что это цель. Все говорят, а это приехал. Грек. Нас учить. У нас святые были. А он говорит, что это неправильно нас ведут. Нет. Это он не правил, а не мы. Что, ему все бы менять? Нет. И ему сказать, что замолчает. А он не замолчал. И исправлял книги. И проповедовал. Чем закончилось? Что сделала православная русская церковь? Профессионерский царь. Илидет общество. Ему отрубили правую руку, чтобы не писал. И вырезали язык, чтобы не говорил. И в тюрьму засадили. Под названием такой тюрьма-тюрьма-монастырь. Он был гоним. Знаешь, он просто-просто говорил правду. Но эта правда заставляла менять устой даже государственные. И этого никто не хотел. Нужно было чуть-чуть политушировать. И чтобы на Востоке узнали, что Россия все хорошо, все правильно. Скоро Россия станет во главе всем православным мира. Стать великой империи державы. И у нас будет как царство мессии в Израиле. Не дождаться. Мы дождемся. У нас будет внешний успех. Мы всех башки расшибем всем врагам нашим. У нас будет богатство. Земные блага. А он говорил о внутреннем духовном преображении. О блаженстве духовном. Все. Рук отрубили. Язык вырезали. Но потом, правда, в Святой Библии через некоторое время. Уже в наше время. Исправили. Но следующим руки по отрубаем. Языки по вырезаем. Глаза по выкрубим. А потом с Святыми объемом, кстати. Все нормально. Все хорошо. Вот феномен, казалось бы, да? Так не может быть. В церкви, потому что святых-то, чистым сердцем, миротворцы должны как бы пример брать. Да нет. Нет. Везде одно и то же. Пока на этой земле идет борьба. И в церкви, и вне церкви, и везде, и всегда. И будет идти. И всегда будет проверочное действие для тех, кто достиг каких-то высот духовных. И одновременно средство, оно же еще более укрепляющее. Это какое? Гонение. Павел пишет. И Христос говорит. Меня гнали, вас будут гнать? Будут. И святых будут. Павел пишет, говорит. Не обманывайте себя, братья. И все это, желая жить благочестиво, гонимы будут. Отсюда проверочное действие. Как мне проверить? Я с Христом, а не с Христом? Меня все хвалят. Все хорошо обойдут, говорят. Что-то, значит, это не гоним. Видно, я никакой человек не стяжал. Никому-то в моей жизни не в укор. Или так. Начали пинать и плевать. Видно, что-то манику удается по жизни-то. Не будешь, может, хорошо, но за руку больше цепляюсь. А если это понесут достойно, без обид, без мести, с благодарностью, без рот, то есть у спасения еще большего поднимутся в высоту. Не высота манит, а ближе к Христу. Вот что, ценно. Поэтому, вот, парадоксальная заповедь эта, как бы противоречит всякому здравому смыслу, но, увы, из жизни взятая, из свидетельства из жизни. Но одновременно дает подставить на высоту. Особую высоту. Не случайно. Вот у нас в России чин святых, которых гнали и убивали, называют мученики. То есть чисто внешне хороцистические. Они их мучили. По-гречески очень сильно. В те времена Мартинс. Свидетель. Вот свидетельство. Они свидетели высоты и свидетели того, что это блаженство, которое мы ищем, оно не здесь. Оно не здесь. Полнота Божественной вечности. Вот. Это описано, вот, изглаза права, и Царство Небесное. Как первое заповедь, не считать духовное, обитание Царства Небесного, так и это, высота. Свидетельство, Царство Небесное. Конец свидетельствует с началом. Встань на путь, а теперь пришли. Вошли. Полнота Царства Божьей. Еще раз, слова не мной сказаны, а мной услышаны. Были сказаны для меня. Царствие распятого, не распятых, нет. Поэтому, если мы называем христианами, надо быть готовым к всему. Кто-то будет нас хвалить, а кто-то на ноже провертывать. Как относиться? Да к Василию говорил, как щепочка. Ни к тому, ни к тем не смущаться, ни от этого вон и не впадать. Быть выше этого. Быть выше. Мишка, на что вы сказали людям, которые пока еще не являются воцерковленными людьми, на которые присматриваются к православию. Среди наших зрителей такие точно есть. И услышав вот такие вещи, что гонение – это как вершина, да, что это обязательно составляющая истинного христианина, ну, это может просто испугать и оттолкнуть. А первый раз не испугает, мы говорили, ты тоже говорил, что увидеть свою никчемность, свою бездарность, свою размазанность – это развеселит. Ну, хотя бы это не так страшно. Не так страшно. Как такие гонения. Поэтому, именно под Христос спаситель, как заповедь начинает с вами – блаженное, и заказ ваше из Царства Небесного. Ну, к этому относиться как? Так, вот, веду внученка в зубной кабинет к стоматологу. Он говорит, дед, это будет больно. Он спрашивает. Я не имею права врать ему, я христианин. У меня седая борода. Седая борода не должна врать. Я говорю, правда. Я говорю, сын, это будет больно. Ну, немножко, немножко. А потом вообще болит. У тебя зубы сколько болит? Да вот, уж тогда, тогда болит. А это только разок. Раз. И потом болит, никогда не будет. Это боль, но ненадолго. А не те, будет болеть долго, сынок. Долго будет болеть. А потом еще там будет гной нарастет. Потом, ой, что может быть? Операции страшно думать. Это, да, боль. Но она маленькая, и быстро все будет снимать. Вот так мне кажется, что спаси и слава запустика. Почему так говорить? Блаженны. Вы счастливы. Вы будете иметь полноту радости. И спрели через это, и будете царствием небесным. Поэтому видеть, правду знать о гонимах, но только помнить, что при этом бывает. Чем заканчивается? Тоже в том царстве божьем о гонимах. Во-первых, а на земле уже блаженны. Если мы проходим гонение без ропота, без мести, без озлобления, что сказать? Люди говорят, ладно, пусть. Это же не с нами, а где-то около нас получается. А внутри-то мы как быть, так и остаемся. Христос Спаситель. Посмотрим, на кресте он висит. Вот казалось, пик. Когда его уничтожали. Пик. А видим ли мы отчаяние, вопль о боли? Нет. Будешь там, отец, прости их. А они не знают, что делать. Мать, Иоанн говорит, он о них заботится. Вот тебе будет сына в сына, она тебе, мать, будет заботиться о ней. Так ведь, помним? Разбойник говорит, со мной будешь в раю сегодняшний утешать. Он внутри как был святой, любящий мир, изливающий, так и остался. При всех внешних гонениях, при всех внешних, но на кресте, весь в крови, распятый, безбезображен. Поэтому все это внешне, внутренний мир будет миротворцем, чистота сердечная, милости Боговидящие и милости Андрея Пирожевича. Это будет сильнее, и это все заглушит. Эта боль будет напоминать укус комара, эти гонения. Внутри будет Христос, мир, тишина, благодать, наступающий торжество Царствия Божьего. Поэтому, скажу славяю Христа, да не смущается сердце ваше. — То есть вот эта последняя заповедь про изгнанных, это как финал, как вершина, и это все закалит, все, что было до этого, да? — Если проходить правильно, и наоборот, как проверочное действие, кто-то в этом сгорит, в обиду, в злобу, в отчаянию, значит, все, что до этого было очень несерьезно, значит, проходил с какими-то элементами гордыни, главное, не было убрано, форма соблюдена, а суть нет. Поэтому сгорели в этом году. Ну, там, где гордости нет, там, в общем, обиды не будет. Про меня сказали, мне такое плохое сделали, что-то. Господи, а что я не вижу, за что это может быть? Я что, праведник? Все. По делам вору и мука. Поймал. Раз. И знаю, если безгробиться с благодарностью, это не будет в спасении. Подумай о вечном. Это ценнее должно. И опять, я говорю, вечность во время начинается. Даже кто-то, вспомнил опять, ну, опять поймал, что спаситель? Все его оставили? Все-таки нет. Мать была, без смерти, и она. Это даже меньше, чем 12, меньше. Меньше. С гонимым всегда мало. Но если за истину Божию гонимый, за правду его, будут рядом те. Их будет меньше, но они дороже сотен, каждый будет из них. Иоанн Богослов, Божья Матерь. В данном примере. И так вот, каждого человека. Будут рядом те, которые будут его чешать и успокоить. И вот, несмотря на что, вот я говорю, как при Максим Грекове сказал, но все-таки канонизировали, распинают и одновременно прославляют. И это при этом будет. И будут те, которые будут от Духа Божьего, кто искренний, которые будут и помогать, и поддерживать, и утешать. Тоже будут. Тоже будут. Поэтому не страшно. Не страшно. Только опять я скажу. Страшно как еще? Мыть эту вершину уже, заповеди. Когда я внизу стою, смотрю на саму вершину. О, как высоко. А когда потихонечку по ступенькам, неторопливо поднимаюсь, ничего не страшно. Так и поднялся. Вот главное, сейчас я о высоте рассуждаю теоретически, пугаюсь и радуюсь. Но это только теория. Я не знаю, как там на самом деле. Когда неторопливо поступать, но будут идти по ступенькам. Приду без лишних страхов, без лишней эйфории. Всего спокойно. Давайте еще последнюю заповедь прочитаем. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда в небесах. Так гнали и пророков бывших прежде вас. То есть вот предыдущая заповедь у убыгранных за правду, и это, можно сказать, что это единая такая большая заповедь? Да, есть. У святых отцов по-разному, святых отцов говорят, которые выединяют, или разъединяют в последнюю радость и веселитесь, как отдельный заповедь. Только говорят, как завет. Что надо делать? Радуйтесь и веселиться. Не плакать о грехах, не принуждать, а радуйтесь и веселиться. Причем потому, что велика награда в небесах. Вот опять скажем, как бы ни дели, главное, как нужно сказать, конец всему делу, венец. Так и здесь. Что Господь за преблаженство? Само слово очень сильно, правильно, глубокое блаженство. Господь чему назовет? Он что нам обещает? Он о чем говорит? О счастье, о блаженстве, о радости, о веселье. Это во все века было актуально. Во все века. Во все века. Поэтому сказать так, давайте вот соберемся, знаете что, поработать. Устанем, коридор, ну надо, одно настроение. Давайте соберемся, веселиться, радоваться. О, я всегда согласен, в любой очереди, пожалуйста. Вот Христос зовет нас. Но только настоящая радость, к истинному веселью, которая не без труда, там есть и к этому путь. Но ваш венец чего? Вот что будет. Господь договаривает в данном случае действительно до последней точки. И нам важно всегда помнить. Поэтому, проходя земную жизнь, нам всегда нужно помнить конец всего, венец всего. Торжество радости, счастья, полноты блаженства во Христе с теми, кто этим путем пойдет. Меня вот всегда в этом плане поражало одно место в Библии, где написано, что в день суда Божия мир огласится возрастом всех. И спасенных, и погибших. Они воскликнут устами или это внутри будет, не важно уже, но общее и дикое, там слово такое. Они воскликнут, праведен ты, Господи. Праведен ты, Господи, и право суды Твои. Истинно и наводишь на нас вся сия суть. Праведен ты, Господи. То есть поступаешь справедливо. И это скажет из ада грешник, и из рай праведника. И спасен погибший. Правда. Справедливо поступил. Так надо. Праведен ты, Господи. Это удивительно. Это удивительно. То есть Господь, вот этим заповедем, Он открывает эту правду. Он нас ведет к полноте справедливости, к полноте радости, к полноте истины, к полноте жизни, к полноте блаженства, к полноте любви. И если так мы пойдем, пойдем. Значит, придем. С Его силой и помощью. Ну, если нет, то значит нет. Опять это нас зависит. Радостный эпилог и нерадостный, но получается вот так. То есть, чтобы эпилог радостный, напомню, что мне сказали во время моей свадьбы с женой, это было уже давно, а теперь скоро 40 лет будет, у нас на свадьбе был майор. Он реально майор был. А теща звала майор Вихрь. Он играл на гармонию очень важную. В то время, когда мы жились, свадьб без гармонии не бывало. Сейчас бывает. А тогда он не бывало. И он на второй день уже, подойдя к нам, я видел его пальцы в мозолях. Пальцы в мозолях. Он с душой играл, поэтому это было очень сильно. И он к нам уже второй день, уже можно было расслабиться, второе полное. И он уже подвыпивший был. И он к нам подсказал несколько раз с одной и той же фразой. И поэтому я уже не обращаю, что он говорит. Но потом жизнь заострялась, приночил слова многократно. Он подходил к нам и сказал, ребята, здесь фабрика, хотите быть счастливыми? И не дожидаясь ответа, говорю, будьте ими. Все в ваших руках. Ну, будьте ими. Поэтому завтра блаженство, Господь говорит, блаженность, счастье, вот так делать, так делать, Господь, как говорит, тебе дала свобода. Хочешь быть счастливым, хочешь быть веселью, радостью. Будь. Вот тебе и путь. Поднимайся. Никто тебе не помешает никогда. Даже гонитель не смог помешать. Ничто не помешает. Хочешь быть счастливым? Будь. А мы, скажем так, хотим, в виде Господи, в виде милостивой. И когда мы сопротивляемся, маленько подпиннуй нас. И тогда есть надежность на Царстве Божьем. Спасибо, Господи. Субтитры подогнал «Симон»